Звонок жительницы Нового Уренгуэ о качестве питания в средней школе номер 4, который поступил во время прямого эфира главы города, стал поводом для внеочередной проверки столовой. Представители департамента образования посмотрели, как составлено меню, готовятся блюда и сервируются столы. Никаких нарушений в работе поваров и их помощников выявлено не было. Еда оказалась балансированной, вкусной и теплой. Между тем, администрация школы, представители предприятия, оказывающие услуги питания и контролирующие их службы, готовы к диалогу с родителями, если возникают вопросы по поводу содержимого тарелок. В столовой побывала и наша съемочная группа. Чем ближе к перемене, тем больше работы. С полными тарелками официанты продвигаются по залу почти молниеносно. Сначала на столах появляются бутерброды, потом горячий чай. И только когда звенит звонок, начинают разносить горячее блюдо. Мы так в основном раздаем. Единственное, что у нас, в чем проблема? Бывает, идет гарнир. Его 150 грамм. На тарелочке, конечно, и за 10, даже за 7 минут, за 7 минут он, конечно, приостывает. Даже за 7. Мы в пределах 10-7 минут стараемся накрыть. У меня две официантки, мы сами выходим в зал. Они, бывает, у меня торопятся, говорят, не успеем. Я говорю, пускай лучше посидят, но оно будет горячее. Первыми, как всегда, едят младшие школьники. Когда дети, усевшись за столы, начинают усердно орудовать вилками, повара идут в народ. Для них важно узнать, по вкусу ли блюдо и что ученики предпочитают видеть в своих тарелках. Нравится вам питание? Да. А что бы вы вообще хотели кушать? Ну, рыбу с рисом. А еще? Макароны с сосиской. Я люблю пюре и котлету. Я люблю макароны с сосиской и просто хлеб. И чай, как сейчас. Мне нравится кушать оладушки, когда даются сгущенки. Очень вкусно. Сколько детей, столько и мнений. Задача поваров – совместить вкусы школьников с теми требованиями, которые предъявляют проверяющие качество питания. Пища на столах должна быть не только вкусной, но и полезной. Растущему организму требуется сбалансированный продукт с определенным количеством белков, жиров и углеводов. Бывает, иногда, да, наши детки приходят и говорят, что-то им не нравится, что-то невкусно. Но это не говорит о том, что питание некачественное. Просьба огромна к родителям. Когда действительно поступают какие-то жалобы от наших детей, да, о том, что или невкусно, или что-то не так с нашим питанием. Я прошу очень большое внимание родителей, чтобы родители приходили в школы и они сами смотрели, какое питание. Потому что питание у школьников, оно действительно сбалансировано, качественно. Оно конкретно разработано под наших деток, да, именно под школьный возраст. В этой столовой представители департамента образования работают уже второй день. Обращают внимание на все, что связано с питанием. Рацион, сервировка, вкусовые качества. Никаких претензий у проверяющих нет. Представители администрации школы говорят, от родителей тоже никаких жалоб не поступало. Тем более, что мамы и отцы входят в состав общественной комиссии, которая оценивает качество блюд. Они будут контролировать и процесс питания, и процесс готовки, и процесс сервирования столов. И жалоб не было ни одного. Я классный руководитель восьмого класса. У нас тоже нареканий не было. Питанием охвачено 100% учащихся начальной школы. И я считаю более 80% среднего звена учащихся и старшей школы. Представители администрации школы открыты к диалогу и готовы обсуждать вопросы питания. Мамы и отцы школьников могут в любой день заглянуть в столовую, чтобы продегустировать содержимое тарелок, посмотреть, как готовят блюда и накрывают столы, высказать свои предложения. Ведь и родители, и повара, и педагоги заинтересованы, чтобы дети получили максимум пользы от обеда и были здоровы. Какие эпитеты и метафоры пойдут на ум, на пустой желудок. Да и математические уравнения решаются проще, когда ученик сытый. Ксения Белозерова, Людмила Завгородняя, Николай Александров. Служба новостей. Импульс.